Всем привет ребят, с вами GoBzor.com, сегодня протестируем с вами интересный ноутбук, это Dell XPS 15, модификация 9560, она вышла вслед за 9550, предложив пользователям актуальное поколение процессоров Intel флагманского уровня и дискретную видеокарту 10 серии, сохранив при этом компактные габариты и 4K дисплей. К одним из преимуществ относим полный охват стового пространства Adobe RGB, он появился у нас в числе первых, мы рады поделиться опытом его эксплуатации и он же появился в российских магазинах. Средняя стоимость на данный ноутбук находится на отметке 95 тысяч рублей, поставляется он в двойной картонной коробке, комплектация включает разборный блок питания, инструкции и гарантийный талон. Dell XPS 15 выполнен в строгом стиле, тонкий корпус из магниевого сплава и алюминия, он один из самых тонких среди моделей с диагональю экрана 15,6 дюймов, он самостоятельно практически с моделями 14 дюймовыми, установлено защитное стекло Gorilla Glass с алюфобным покрытием, устойчивое к появлению царапин, все это вместе суммарно дает хорошую прочность. Свою изюминку продает практически полное отсутствие рамок на экране, как у рассмотренного ранее монитора Dell, которым это стилы 3417, тут ее толщина в районе 5 мм, крышку можно откинуть в пределах 135 градусов, петли тугие, требуется небольшое усилие для изменения угла наклона. С одной стороны, одной рукой открывать крышку сложно, но с учетом поддержки сенсорного управления, такая жесткость обеспечивает отсутствие люфта. На крышке днище минимум декоративных элементов. С стороны крышки это логотип производителя, со стороны дна наклейка с техническими данными, которая скрыта под откидной крышкой. Есть несколько резиновых ножек для устойчивого положения на ровной поверхности и притока воздуха к вентиляционным отверстиям. Несмотря на тонкий корпус, Dell XPS 15 порадовал хорошим набором портов, в отличие от Apple MacBook Pro. На правой грани USB 3.0, слот для карты памяти SD, кенсингтонский замок. Слева еще один USB 3.0 с поддержкой быстрой зарядки, аудиоразъемы, HDMI 1.4 и USB Type-C, к последнему можно подключить док-станцию в другую периферию. Индикатор заряда аккумулятора находится на правой грани, активируется при помощи компактной кнопки рядом. В зоне клавиатуры с карбоном установлен набор кнопок без цифрового блока. Ряд F1 и F12 выполняют дополнительное действие при зажатой кнопке Function. Кнопки с матовым покрытием, символы аккуратные и белые. Подсвечивается зона вокруг кнопок и символы. Есть два уровня яркости и возможность полного отключения. Ход кнопок у Dell XPS 15 и 2 мм, нажатия мягкие и практически бесшумные. Тачпайт размещен по центру, чувствительность высокая. Поддерживаются жесты, при наборе управления крышка не прогибается. По центру нижней рамки выведен объектив веб-камеры. Такое расположение связано с тонкой рамкой. Разрешение по-прежнему осталось HD. Есть пара направленных микрофонов. В дисплее одно из главных преимуществ данной модели. Матрица от Sharp, разрешение 4K UHD. Глянцевое покрытие с поддержкой сенсор управления. Углы обзора широкие, подсветка с запасом по яркости. Максимальный уровень здесь 370 кд. У экрана 100% гамма Adobe RGB. Это же подтвердилось во время тестов, причем она обходит по этому параметру, опять же, Apple MacBook Pro. Dell XPS 152560 поддерживает Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Есть встроенный Bluetooth 4.1. Проведены оптимизации для улучшенной работы в сетевых играх. Подключение работы стабильное. Скорость примерно 700 Мбит в секунду, согласно проведенным комплексным тестам. Емкости встроенного аккумулятора хватает примерно на 7 часов при работе в браузере и с текстом. Около 12 часов без заметной нагрузки. И 2 часа при запуске игры. Относительно прошлого поколения энергопотребление снизилось. Отдельных отсеков доступа к планкам оперативной памяти накопителям не предусмотрено. Снимается крышка полностью. Время на это много не требуется, затруднение не вызывает. Используется двухвентиляторное охлаждение с несколькими медными трубками. Доступ к планкам оперативной памяти свободный. Существует два вида компоновки. Один с увеличенной емкостью батареи, второй с дополнительным отсеком под жесткий диск. Основной накопитель тут М2. Dell XPS 15 получил процессор поколения Cable Lake. Это Intel Core i7-7700HQ. С тактовой частотой 2,8 ГГц. Данный процессор обеспечивает высокий уровень быстродействия, достаточный для работы с требовательным софтом. Обновился график. Вместо 960M теперь Pascal. GTX 1050, 4 ГБ памяти. А также встроенный HD график с 630. В паре этой связки достаточно для многих сетевых игр. Включая и 4К разрешение. В игре Batman Arkham Knight при настройке графики в 4К высоких, выдает примерно 15 FPS. И в районе 30 при сниженных до средних. Если снизить разрешение до Full HD, здесь уже примерно 60 кадров работает стабильно. Единственное, что может не устроить, не самый быстрый отклик матрицы. В остальном же, в перерывах между работой, скоротать время в играх не составит проблем. В тестируемой нами модификации установлено 16 ГБ оперативной памяти. Ее объем опционально или самостоятельно увеличится до 32 ГБ. По системе данные выделены твердотельный диск объем 512 ГБ, не уступающий по скорости обмену данными Apple Mac Group Pro. Во время продолжительной нагрузки процессор нагружается до 72 градусов. Самая горячая зона крышки в районе 45-48 градусов. Находится она по центру, ближе к шарнирам. Уровень шума при раскрученных вентиляторах достигает 40 дБ. В обычной работе они выключаются. Dell XPS 15 9560 – идеальный рабочий ноутбук для тех, кто работает с фотографиями, видео, текстами и таблицами. Тонкий корпус из магниевого сплава, практически полное отсутствие рамок вокруг дисплея. Карбоновое покрытие в зоне клавиатуры, хороший набор портов, подсветка клавиш. Связка с Intel Core i7-7700HQ, NVIDIA 1050, SSD NMEA, 16 ГБ памяти дает высокий уровень быстродействия для ноутбука. Есть возможность увеличить объем оперативки и встроенной памяти. И на 10, конечно же, шикарный 4К дисплей с точной цветопередачей и сенсорным управлением. Не устроить может ограничения по углу откидывания крышки и отсутствия цифровых кнопок. Как итог, он выступает отличной альтернативой более дорогого Apple MacBook Pro. С удовольствием обсудим данный ноутбук с вами, ребят. Всем спасибо за внимание и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok